Голландцы говорят, Бог создал землю для всех, кроме нас. Мы сами строим свои берега. Голландцы говорят, Бог создал землю. Голландцы говорят, Бог создал землю. Через десяток лет ее можно использовать для сельского хозяйства. А если потерпеть еще несколько лет, на ней уже можно строить город. Первые полдеры появились в средние века. Уже тогда земли не хватало. Земли не хватает и сегодня. Плотность населения Нидерландов зашкаливает по всем параметрам. При этом необходимо признать, голландский город невероятно удобен для жизни. А также экологичен, безопасен и красив. У голландских архитекторов особый подход к организации жизненной среды. И он принципиально отличается от нашего, российского. Борясь за выживание, голландцы научились из минимальных ресурсов извлекать максимум пользы. В России ресурсов много и нет боязни ошибиться. Зато есть стремление к демонстрации достижений или их имитации. Потемкинские деревни – это типичная российская архитектура. Мой многолетний интерес к голландской архитектуре – это попытка сделать прививку здравого смысла на российскую почву. Ведь голландцы добились такого качества жизни, о котором можно только мечтать. Голландские города строились не вокруг крепостей, а возле дамб – технологических центров своего времени. А когда в сердце цивилизации технология, она проникает во все сферы жизни общества, а главное – в его сознание. Небольшие размеры голландских городов компенсируются блестяще продуманной инфраструктурой. Городское развитие в Нидерландах всегда было направлено на решение насущных проблем. Так, в 70-е годы прошлого века, когда голландские города задыхались от автомобильных заторов, а мир стоял на пороге нефтяного кризиса, правительство Нидерландов поддержало идею горожан – пересесть на велосипеды. Создание системы безопасных велодорожек влекло за собой необходимость комплексной реконструкции городской среды. Сегодня велоинфраструктура – одна из самых важных в транспортной системе страны. Дисциплина урбанизма в Голландии подчиняет себе все сферы архитектурной и строительной деятельности, потому что отвечает на вопрос, как выстроить отношения между людьми и пространством страны. Под руководством правительства для каждого участка разрабатывается генеральный план, который точно определяет, как оптимально обустроить территорию. Каково ее функциональное назначение? Четко распределяется жилье, рекреационная, офисная и спортивная зоны. Обозначается максимальная высота и глубина зданий, а также какие материалы могут быть использованы. Кроме того, в каждом муниципалитете у нас есть комиссия по красоте. Она проверяет все архитектурные проекты на предмет соответствия стандартам качества. То, что комиссия независима, гарантирует высокий уровень архитектуры. Это очень полезная структура, особенно когда в основе проекта порой лежит желание подзаработать. Так же, как и генплан, регулирующий, что, где и сколько можно построить, комиссия красоты блокирует возможность волонтаристского развития города. Реконструкция исторического Роттердама – один из самых масштабных национальных проектов. Город превратился в лабораторию для смелых экспериментов ведущих голландских архитекторов, открывших здесь свои бюро. В результате активного послевоенного строительства он приобрел интернациональное лицо. Здесь и сегодня реализуются самые крупные городостроительные проекты, делающие город все более комфортабельным и менее голландским. В этом смысле Роттердам уникален. Во время Второй мировой войны центр города был разрушен бомбежкой. Его решили не восстанавливать в первоначальном виде. Сетка улиц была полностью изменена. На ней построены новые дома по образцу американских. Думаю, это было тотальной ошибкой. Это было проявлением высокомерно пренебрежительного отношения политиков к простым людям. Роттердам – портовый город, в котором много рабочих, то есть не белых, а синих воротничков. Они не хотели потерять свой старый город. Не стоит забывать, что старый Роттердам был так же прекрасен, как Венеция. Вся ренессансная история этого города на воде и очарование передового индустриального порта 19 века – и все это было утрачено. Городской целостности больше не существует. Думаю, теперь город должен развиваться через локальные вмешательства в контекст. Например, какая-то театральная площадь. Под ней два уровня подземных гаражей. Но главная ее задача – быть эпицентром культурных событий. Каждую неделю здесь проходят различные мероприятия. От митингов до детских представлений. Это сцена, где главные актеры – горожане. Задумывая проект, мы вдохновлялись поэтической метафорой гавани. Площадь сделана из материалов, которые можно увидеть в доках. А фонари с гидравлическими коленами выглядят как краны. Вы опускаете туда монетку и управляете световым лучом. Адриан Гейза – один из ведущих голландских архитекторов и урбанистов. В его портфолио градостроительные проекты для Мадрида, Копенгагена, Лондона. Но родную Голландию, по его убеждению, отличает особая специфика. Мы стремимся, чтобы наши проекты служили возникновению общественного пространства, проникнутого театральной атмосферой, в которой каждый отдельный человек становится частью общности, разделяя с другим чувства коллективности. Эта проблема решается и в Винокс-районах, типично голландских поселениях. Масштабный правительственный проект был начат в конце 80-х годов прошлого века в ответ на нехватку доступного жилья. С тех пор было построено почти полсотни новых городских образований. Частично на территориях, отвоеванных у моря, но в основном в виде спутников, уже существующих городов. Винокс-районы были призваны их разгрузить и уменьшить стоимость жилья без потери его качества. У большой правительственной игры было немало противников, предрекавших превращение Винокс-районов в гетто для людей с низким достатком. Усилиями государства, муниципалитетов, архитекторов и частных девелоперов качество жизни в новогородских образованиях сегодня чрезвычайно привлекательно для всех социальных групп. Иппенбург – один из самых удачных примеров. Это показательный пример того, как можно обустроить территорию с нуля. Иппенбург – это Винокс-район, созданный правительством. Таких много по всей стране. Там строится новое жилье. Для запущенной территории с заброшенным аэропортом был создан генеральный план, включающий различные зоны. И для каждой проводился конкурс. В результате получилось много разного жилья. Но все оно малоэтажное, сельского типа, приближенное к голландской мечте – дом с садом. Особый интерес представляет необычное поселение, построенное по проекту известного голландского бюро MVRDV. Это архипелаг из насыпных прямоугольных островов. Каждый имеет свою планировочную структуру и собственную типологию жилья, рассчитанного на людей с разным достатком. Частные виллы здесь соседствуют с социальными кварталами. В квартале социального жилья дешевые типовые дома упакованы в оригинальные фасады из керамики, пластика или цинка. Не всем нравятся эти дома, потому что они сделаны из непривычных материалов. Голландцы предпочитают традиционный кирпич. А мне нравится, особенно когда идет дождь. Он стучит по крыше и создает забавные звуки. Люди, которые живут здесь, выбрали эти дома, потому что они просторные, светлые, с собственным садом. Вокруг безопасная зона для детей. В общем, идеальное соотношение цена-качество. Город Алмери также вырос из Винекс-района, застроенного в начале 70-х типовыми кварталами. Ожидалось, что Алмерия оттянет часть населения из близлежащего Амстердама и тем самым поможет немного разгрузить старый город. Поэтому была поставлена задача строительства малобюджетного жилья. Город построен на Польдере. Земля без истории тщательно готовилась для городского строительства. Бригада молодых проектировщиков, в которую помимо архитекторов входили социологи, экономисты, географы и медики, пять лет обсуждала концепцию нового города. Первоочередная инфраструктура была возведена в середине 70-х и в 1975 году, в начале декабря, 24 первых переселенца въехали в свои новые дома. Вот такие недорогие дома строились тогда. Большинство людей приехали сюда из Амстердама, где у них были маленькие квартирки, чтобы поселиться здесь в собственном доме с садом. Это типично голландская история. Когда появляются дети, семьи стремятся переехать в собственный дом. А когда они вырастают, и родители, и молодежь, как правило, возвращаются в городские квартиры. Архитектор Рене Ванзюк – один из пионеров Алмери. Когда он переехал сюда из Роттердама, город представлял собой несколько типовых районов дешевого жилья. Оно выставлялось на продажу по минимальной цене. Поэтому Алмери начал заселяться людьми с низким уровнем дохода, активную часть дня проводивших в Амстердаме. Город превратился в спальный район. К тому же низкобюджетные дома быстро ветшали. Владельцы стали их сдавать в аренду иммигрантам и студентам. Имидж молодого города складывался хуже некуда. Местные власти приложили немало усилий для исправления ситуации. Большую роль в формировании привлекательного имиджа сыграл конкурс на самое оригинальное решение частного жилого дома. К участию приглашались все желающие. Так появился поселок Фантазия. Экспериментальные дома планировались снести через пять лет после возведения. Однако результат конкурса превзошел все ожидания. Сегодня поселок-достопримечательность. И там до сих пор живут люди. Рене участвовал во втором этапе этого конкурса, когда стало понятно, что строить нужно на всю жизнь. Здесь вашу фантазию не ограничивал никто. Только время. У нас было пять лет, и мы могли пользоваться любыми материалами и технологиями. Было сорок компаний, спонсировавших это здание. Они не давали деньги, только материалы. Каждый должен был находить деньги сам, чтобы построить дом. И я потратил на эту постройку два года. Своими руками? Да, своими руками. Я не верю. Это был мой первый проект. Он попал в число победителей, что позволило нам построить еще один дом. Теперь здесь офис. Алмерия – замечательное место для жизни. Дети могут плавать рядом с домом. Он расположен всего в 30 минутах езды от Амстердама. Алмерия по-настоящему хорош. Здесь все новое. Ты создаешь историю города собственными руками. Тем не менее, у города оставался существенный недостаток. Алмерия стоит там, где еще 30 лет назад было море. Сначала построили районы дешевого жилья. Но регулярная сетка улиц, экономически оправданная, оказалась слишком скучной. Тогда решили провести конкурс на развитие городского центра. И его выиграл Рэм Кулхас. Кулхас поломал регулярность диагональю, направленной в сторону потенциального развития города. И предложил организовать городскую жизнь в трех уровнях. Разумно, что городской центр не был построен в самом начале. В генплане развития города, рассчитанном на 40 лет, было оставлено открытое пространство. Ждали, когда будет достаточно жителей, чтобы экономически оправдать создание городского центра. Замечательной идеей Рэма Кулхаса было предложение возвести гору на абсолютно плоском ландшафте. Таким образом, он наглядно разделил два плана реальности. Подземный и наземный мир. Сейчас мы находимся на вершине наземной части. В подземном мире располагаются паркинг, а также большой танцевальный клуб. Безусловно, это удачное решение сделало город приятным и крайне привлекательным. Как правило, города развиваются от центра. Алмерия развивался наоборот. Проектируя центр города, мы экспериментировали с рядом градостроительных стратегий, которые были табу в Алмерии на тот момент. Четкому зонированию мы противопоставили смешение функций. Плоскому ландшафту – искусственный холм. Существует мнение, что новые города без истории ужасны. Конечно, это спорное утверждение. Каждый город был когда-то новым. Нам нравится Алмерия, потому что этот концепт удалось реализовать с нуля. Он – доказательство, что новый город может стать площадкой для архитектурных экспериментов и при этом иметь большой успех. Численность населения Алмерия через 40 лет с момента его основания продолжает расти. Это самый динамично развивающийся город в Нидерландах. За последние 10 лет Алмерия превратился в выставку современной архитектуры под открытым небом, где в окружении домов, спроектированных мировыми звездами, был возведен жилой комплекс блок-16 Рене Ван Зюка. Одно из самых экстравагантных сооружений в мире. Форма здания родилась из-за планировки квартир. Они здесь все разные. Выпуклые части – трехуровневые апартаменты со своим патио на крыше. Здесь мы придумали технологию, которая позволила удешевить проект, не ущемляя его качество. Конечно, приятно оказаться в окружении прославленных архитекторов. Здесь самые ее сливки. Но все-таки мы создаем большой город, а не архитектурную выставку. Следующим этапом развития Алмерии станет освоение акватории вокруг города. Уже спроектированы жилые кварталы на воде с общественным центром и развитой системой обслуживания. Однако после кризиса 2008 года градостроительная политика Нидерландов стала меняться. Новая реальность потребовала принятия иных решений. Эта территория должна была превратиться в крупный жилой район. Был создан генеральный план. Участки были разделены между архитекторами. Мы спроектировали здесь крупный жилой блок, но после кризиса все остановилось. Нет прежних ресурсов финансирования. Нет заказа от правительства на реализацию масштабных ВИН-экс-проектов. Это общая ситуация по всей стране. Сейчас голландский урбанизм развивается более динамично и спонтанно, но менее масштабно. Побеждают прагматичный подход, а также попытки проанализировать и изменить к лучшему уже существующую реальность, как в исследовательском проекте бюро MVRDV, направленном на поиск оптимальных моделей развития Нидерландов. Архитекторы озабочены будущим, но не футуристическими идеями создания больших городов, а общемировыми проблемами бытия. Голландию они касаются напрямую, поскольку географические особенности страны ее домоклов меч. Мы должны постоянно заботиться о защите своих городов от водной стихии. Энергетическая проблема одна из наиболее важных, ведь Голландия не производит энергию, но остров в ней нуждается, чтобы не оказаться под водой. Архитектурная мысль направлена на проектирование энергетически независимых районов, производящих энергию с помощью солнца и ветра. Голландцы больше не хотят импортировать еду. Им нужны собственные производства. Дом с садом опять актуален. Взгляд на проблему территориального дефицита тоже изменился. Идет поиск внутренних ресурсов. Повышение плотности означает создание умного города, а не строительство высоток. Голландцы первыми осознали, что задача будущего внедрять новое в уже существующее. Например, помещать сады не снаружи здания, а внутри, чтобы сокращать площадь застройки, уплотняя ее. Мы стараемся выработать стратегию обновления существующих мест, сохраняя их историю, но создавая в них пространственную организацию, смысл которой в совместном процессе проектирования, строительства и содержания. В этот процесс активно вовлечены жители. Инициатива идет от них, а не от властей, как ранее. В конце концов, сохранение коллективности и сплоченности голландцев, фундамента нашего процветания, а также общественное спокойствие, как ничто другое, необходимо Нидерландам для достижения поставленных целей. В Голландии городское развитие строится на дальновидных стратегиях, но также на консолидированности голландского общества, на осознании каждого, своей личной ответственности за все, что происходит в жизни страны. А именно это и гарантирует устойчивое развитие в будущем, каким бы фантастичным оно ни казалось в проектах голландских архитекторов. Возможно, в Нидерландах сегодня зарождается новая цивилизация, в которой не страшен ни вселенский потоп, ни истощение природных ресурсов. Субтитры создавал DimaTorzok